Субтитры создавал DimaTorzok Россия без Путина! Россия будет свободна! Ну что, с юбилеем вас! Ровно 10 лет назад, 10 декабря 2011 года, на Болотную площадь в Москве вышли по разным оценкам 50-60 тысяч человек. Не так много, если вдуматься, но до тех пор такие массовые демонстрации случались только в начале 90-х, то есть в другую эпоху. Тот митинг на Болотной площади я лично запомнил на всю жизнь. Этот эффект, когда видишь вокруг себя десятки тысяч единомышленников, это чувство объединения, осознание себя частью чего-то большего, частью общества. Когда оно появляется в первый раз, в этом есть, знаете, такой элемент волшебства, тем более, когда это происходит неожиданно. Потом будут более многочисленные митинги, в частности на проспекте Сахарова 30 декабря. Потом вообще будет долгая новая жизнь, вот она уже 10 лет, как длится эта новая жизнь. Но сам по себе день 10 декабря 2011 запомнился и запомнится навсегда именно поэтому. Как известно, в России нужно жить долго, и некоторым, кто постарше, даже удалось во вполне сознательном возрасте это чувство испытать аж дважды. Именно об этом и говорил писатель Борис Акунин, выступая на Болотной 10 декабря. Он тогда перечислял требования, новые выборы в Москве, перевыборы в Мосгордумы, право москвичам самим избирать себе мэра города. А закончил он тогда свое выступление вот так. Я 20 лет не видел такой Москвы. Честно говоря, я думал, что я больше ее уже не увижу. Сегодня очень важный день и в моей жизни, и во всей нашей общей жизни. Так я думаю. Спасибо. 20 лет назад, имеют в виду Акунин, это когда был путь, когда он провалился, когда люди вышли на защиту своей свободы. И вот теперь второй такой похожий момент. Ну, именно сам момент 10 декабря. Потому что, как уже мы с вами знаем, во второй раз войти в эту реку и развернуть историю не получилось. Ну, то есть история развернулась, конечно, но в противоположную сторону. Так или иначе, тот митинг на Болотной 10 декабря, последовавшее за ним Болотное движение, затем разгром 6 мая 12 года и Болотное дело стали, конечно, исторической, поворотной точкой. 10 декабря мы вышли на Болотную, там мы и узнали, что Россия это такой, ну, вольер. Можешь радоваться жизни и вдыхать полной грудью, пока не захочешь выйти наружу. Помните, известный фильм такой был «Шоу Трумана», где главный герой захотел отправиться в путешествие, но оказалось, что это очень трудно, потому что все, что он видит, на самом деле не настоящее. И настает момент, когда он это осознает. Вот Болотное как раз и оказалось таким моментом. 10 лет назад Болотная площадь стала, если угодно, началом того пути, по которому мы так быстро идем сегодня. Это тогда впервые люди массово вышли на улицы. Это тогда впервые Владимир Путин увидел руку Вашингтона в протестах против его возвращения в Кремль. Это тогда впервые начались массовые избиения протестующих. 6 мая на той же самой Болотной площади. Это тогда, сразу после 6 мая, Дума превратилась в бешеный принтер и появились на свет законы об иноагентах, огромные штрафы за несанкционированные митинги, которые потом превратились в дадинскую статью и так далее. Это тогда впервые появилось политическое уголовное дело, как будто списанное со сталинских показательных процессов. Дело Удальцова и Развозжаева, которых обвинили в организации мятежа и чуть ли не в планах прорыть в туннель в Японию. Ой, простите, я оговорился, взорвать колокольню Ивана Великого. Это тогда стало известно, что арестованных в России пытают, чтобы выбить из них нужные показания. Наконец, тогда на Болотной площади Алексей Навальный из популярного борца с коррупцией превратился в лидера политического протеста. Тогда появилось то, что потом стало умным голосованием. Тактика не бойкота и не отказа от выборов без выбора, а наоборот, участия в них. Голосуй за любую партию, кроме Единой России. За два месяца до Болотной, в октябре 2011 года, именно это и предложил Навальный. Мы должны, значит, вот этим маленьким людям, которые забились под кресло, они системные партии. Значит, мы должны для них сейчас выйти и сказать, и продвигать этот лозунг. За любую партию против Единой России. Они сами этого не скажут, они очень трусливы, но они будут следовать этой кампании. Они держат свою фигу в кармане. В любом случае, их много, мы должны их поддержать. Мы должны выстроить, повторяю, систему, мы все против Единой России. Теперь Навальный сидит в тюрьме, а эта же тактика признана вмешательством выбора и, по сути, формой экстремизма. По существу, на последних выборах в Думу, ну помните, мы же с вами договорились, для простоты будем называть эти выборы выборами. Так вот, на выборах в Думу в сентябре умное голосование превратилось в мысли преступления. Теперь нельзя голосовать за КПРФ или там, к примеру, ЛДПР, потому что вы против Единой России. Нет, только если вы действительно, по-настоящему, искренне за КПРФ или ЛДПР. Но вернемся на Болотную площадь. Конечно, не Навальный тогда обрушил позиции Единой России, после чего она проиграла выборы, потом пришлось идти на массовые фальсификации, люди вышли на улицы, ну дальше вы знаете. Нет, Навальный, политик действия, угадал тенденцию. Спрос на действия, на готовность пойти проголосовать, записаться наблюдателем, а потом выйти на Болотную площадь. Люди вышли на улицу сначала 5 декабря, а потом 10, не потому что у них украли выборы. Это был повод, а не причина. Выборы воровали и раньше, и в схожих масштабах, никого это не смущало. Люди вышли, во-первых, потому что у них стали вызывать все большее возмущение. Произвол, коррупция, кастовость, когда богатым и влиятельным можно все, а для остальных закон. Помните эти скандалы? Бойкот заправок Лукоила после трагического и громкого ДТП в Москве, страшное преступление в Кущевке, где бандиты-убийцы оказались связаны с местными силовиками, Химкинский лес, на защиту которого летом 11-го года вышел даже Юрий Шевчук, пел свою родину на Пушкинской площади. Как раз до этого он еще участвовал во встрече с Путиным, и тот его спрашивал, как его зовут. Юра-музыкант, пожал плечами Шевчук. А вскоре он уже пел вместе с Бонна на стадионе в Лужниках, и так показал, что вроде Бонна сразу его узнал. И так далее. Ну, а во-вторых, рокировка. С одной стороны, унизительно. С другой стороны, бесперспективно. Еще вчера, на взгляд из осени 11-го, буквально вчера, в конце 10-го года, Россия всерьез договаривалась об отмене виз шенгенской зоны и чуть ли не о вступлении в НАТО. А теперь, ну, как становилось понятно, вместо этого всегда будет Путин. Его рейтинг и рейтинг «Единой России» упали еще в октябре, и до Болотной оставалось еще недели три, когда в конце ноября Путин вышел на ринг спорткомплекса «Олимпийский» поздравить после боя спортсмена-бойца Федора Емельяненко. Дмитрий Песков объяснял потом, что на самом деле люди освистали вовсе не Путина. Ну, кстати, можно было не объяснять. Если вслушаться, слышно, люди освистывают конкретно не Путина и достаточно громко. Еще одно, кстати, порождение того времени с тех пор так и повелось. Не Путина освистали, не Путин поменял Конституцию, чтобы остаться на пятый срок, не Путин виноват в том, что экономический рост на нуле уже 10 лет, не Путин провалил борьбу с эпидемией коронавируса. Слушайте, вы, если не Путина встретите, скажите ему, что люди уже устали от такой его политики, сколько можно. И только потом, через три недели после Олимпийского, люди вот вышли на Болотную площадь. Тогда, 10 декабря, мы все познакомились со стариком Гауссом, и с тех пор он с нами на всех выборах, наш верный товарищ. Можно даже поздравить Единую Россию и Непутина с известным постоянством. По расчетам математика Сергея Шпилькина, за Единую Россию на выборах в декабре 2011 года вбросили 15 миллионов голосов. Из них, кстати, миллион в Москве. Прошло 10 лет, и на выборах в сентябре 2021 года Единая Россия с Непутиным показывает тот же выдающийся результат. За 10 лет, за эти 10 лет, рубль упал более чем в два раза. Количество бедных в стране выросло на миллион человек. Вот они, итоги десятилетки. И только Единая Россия, как 10 лет назад, воровала 15 миллионов голосов, ну, по оценкам экспертов, конечно, так и ворует их и сегодня. Это и есть стабильность. Путин с тех пор так и говорит. Оппозиция, она ведь всегда недовольна результатами выборов. И в 2011 году на это указывал. Всегда, мол, оппозиция говорит, что нечестные выборы провели. И в 21-м, когда Зюганов вот недавно ему указывал на фальсификацию результатов электронного голосования в Москве. Ну, всегда проигравшим не нравится результат. Ну, и, конечно, классика 2011 года. Про белые ленточки, с которыми люди вышли на Болотную площадь. Я когда увидел на экране что-то такое здесь вот у некоторых на груди, честно вам скажу, ну, неприлично, но тем не менее, я решил, что это пропаганда борьбы со спидом. Что это такие, пардон, контрацептивы повесили. А вот как про белые ленточки в день митинга на Болотной площади говорил Борис Немцов. И да, большая разница между 2011 годом и 2021 заключается в том, что тогда Немцов был. А теперь его нет, потому что его убили. Символ нашего движения – белый цвет. Мы люди мирные, мы люди спокойные. Мы хотим, чтобы нас не обманывали. Понимаете, чувство собственного достоинства – это единственное, что выводит нас на площади. Вот, конечно, нынешняя власть, она не знает, что такое чувство собственного достоинства. Нынешняя власть верит только в деньги и в цинизм, да. Вот, но я убежден, что десятки тысяч людей, которые сегодня придут на Болотно, это не рабы, это гордые люди, абсолютно не халуи. Эти слова Немцов произносит на площади революции, куда он пришел 10 декабря, чтобы перевезти оттуда на Болотную площадь тех, кто туда, на площадь революции, придет. И это может быть самый острый вопрос с тех пор. Был ли слит протест, когда лидеры протеста во главе с Немцовым, Навальный тогда сидел в спецприемнике после ареста на митинге 5 декабря, согласились перейти с площади революции на Болотную. Вопрос пустой, потому что жизнь с тех пор тысячу раз дала на него ответ и в куда более определенных ситуациях, чем Болотная, где революции не пахло, а на улице вышло максимум 100 тысяч человек. Например, слили ли протест белорусы, когда в гораздо большем количестве по всей стране мирно выходили на улицы всю вторую половину прошлого года и снимали при этом кеды перед тем, как встать на скамейки, а против них в ответ развернули по-настоящему фашистский террор. Люди либо готовы к войне, либо не готовы. Одно из двух. И переход с площади революции на Болотную тут ничего изменить не может. Постсоветская история знает, ну, пожалуй, один, как мне представляется, пример такого неслитого, если угодно, и победившего протеста. Это украинский Майдан в феврале 2014 года, который Владимир Путин называет государственным переворотом, хотя это был вообще не переворот, а восстание. И за его победу украинцы заплатили больше, чем сотни жизней. Самым жестким лидером на Болотной площади был Навальный. Но и он не призывал брать власть, а говорил о мирном протесте на митинге 24 декабря. Я приветствую вас от всех тех, кто не смог посетить прошлый митинг 10 числа, потому что сидел в спецприемнике. И все мы, у нас было 70 человек, мы слушали трансляцию, мы радовались, мы боялись, что мы сами не сможем никогда присутствовать на таком. Мы боялись, что сбудется эта гадкая фраза. Пришли, покричали и разошлись. А вы покричали и не разошлись. Да или нет. Ну вот, оказалось, что не разойтись в декабре этого недостаточно. Конечно, никто до сих пор не знает, что было и что было бы, что будет, если на российские улицы выйдут миллионы людей. Но начиная с весны 2012 года и по сей день, из года в год, вот уже 10 лет подтверждается очень простая истина. Любой мирный протест в России будет подавлен силой. Сначала Кремль выставил против Болотной площади поклонную гору и Уралвагонзавод. Мы с мужиками подъедем, разберемся, говорил Путину начальник сборочного цеха Игорь Халманских. И за это Путин его потом произвел в полпреды. Затем надавили на лидеров системных партий. Сергей Миронов, справедливый России, отцепил Слацкана белую ленточку, а Геннадий Зюганов так и не появился на шествии на Якиманке в начале февраля, хотя это изначально планировалось. А потом Путин на стадионе, помните, декламировал Лермонтова, умремте ж под Москвой, как наши братья умирали и умереть нам завещали. Сомневаюсь, что Путин прямо готов был умереть за правое дело. Он вообще другого типа лидер и первый в атаку не идет. Вот сейчас, например, уже два года воюет с коронавирусом, но в основном признаем это, отсиживаясь в тылу. Но в любом случае, после того, как Путин в марте 2012 года уверенно и внешне чисто избрался президентом, в Болотной площади был вынесен приговор. Второй миф про Болотную – это миф о запланированном и осуществленном прорыве 6 мая, на митинге 6 мая, прорыве, на который власть и ответила разгромом и уничтожением Болотной. Эту версию, в частности, с тех пор излагает Ксидия Собчак. И это то, что произносит в эфире ведущий прямой трансляции с митинга 6 мая 2012 года тогдашний ведущий НТВ и, можно сказать, нештатный сотрудник администрации президента Сергей Минаев. Вот этот момент, когда толпа действительно прорывает оцепление между кинотеатром «Ударник» и Болотной площадью. Давайте посмотрим. Ребят, ну площадь перед трибуной пустая. На каменном мосту идет попытка прорыва. Ну вот это то, что они хотели сделать четвертого мата. Вот этот роковой момент, который потом ляжет в основании уголовного дела о массовых беспорядках и за который несколько десятков людей заплатят тюремными сроками и который государственная пропаганда потом назовет попыткой государственного переворота. Такого же, как затем на Майдане в 2014 году. Но это был не переворот, не восстание и даже не прорыв. На пленке этой хорошо видно, что людей просто выталкивает сквозь цепь ОМОНа давлением толпы. Давление такой силы, что они не могут дышать, кричат от боли и страха. Возможно, в толпе были тогда провокаторы. Немцов, например, в этом был уверен. Но огромное давление в толпе тогда образовалось в первую очередь от того, что полицейская шеренга сделала два шага вперед. А в ответ на это люди стали давить в обратную сторону изнутри. И на самом деле этого можно было избежать. Дело в том, что митинг 6 мая должен был быть таким же, как и 10 декабря. Но оказалось, протестующие, когда вышли на площадь, увидели, что полицейское оцепление сдвинуто вопреки договоренностям. Перерезает проспект и для прохода на саму Болотную остается узкое горлышко. В ответ на это лидеры протеста садятся на асфальт, требуя расширить проход для людей. Посредником в деле расширения прохода выступает Геннадий Гудков. Он действующий депутат и его пускают за оцепление. Он договаривается с представителями мэрии. Расширься для людей проход. Мне предложили пройти за цепь и вступить в переговоры. Переговоры вел начальник управления ГВД и, естественно, Горбенко Александр Николаевич. И они сказали, что когда все сели, помнили, что толпа, вернее, прошу прощения, колонна не сможет развернуться этим плакатом, пройти к сцене. Там действительно было узко. И вот они говорят, я говорю, ну что вы делаете? Вот сейчас ребята сели. Они вот типа сидящие за бастовки протест против того, что вы изменили схему. Они говорят, мы схему не изменяли, вот мы готовы. Но мы против какого-то там обострения ситуации, они говорят. И давай вот тогда будь посредником в наших переговорах. Вот ты сходи, поговори. Если мы там расширим, мы тут вот тут готовы, они будут там прекратить сидеть на асфальте. Я говорю, ну вы, по крайней мере, хотя бы сейчас никаких действий не производите. Мне Бирюков говорит, да пусть хоть до вечера сидят. Погода хорошая, асфальт теплый, пусть сидят до вечера, мы их трогать не будем. Это мне говорит Бирюков в этот момент. Ну, короче говоря, идут переговоры, подходит Горбенко, говорит, давайте с ними договаривайся. Мы сейчас тогда чуть-чуть сдвинем здесь, чтобы все могли пройти без всяких проблем. То есть Москва совершенно точно не хотела никакого обострения, никакого же скача. Это я прям почувствовал от слов замначальника ГУВД и заммэра. Я, естественно, начинаю там договариваться где-то, что-то, чего-то. Со мной вместе Дмитрий Гудков, мы вместе, мы два депутата действующих на тот момент. И мы начинаем договариваться. И в этот момент ко мне подходит, по-моему, Бирюков говорит, слушай, ты кого-нибудь приведи, кто заявитель, потому что ты сейчас подпишешь, а ты никто. А нам нужно хотя бы попросить, кто у нас у заявителей, Митюшкина здесь нет. Давай у Дальцова или Немцова, кто у вас там заявитель. Я, естественно, уже как бы договорившись о том, что сейчас цепь отодвинется, что будет проход, что все будет нормально, иду туда. А оказывается, ребята встали чуть раньше и двинулись к сцене, где их там начали вязать. Судя по всему, Гудков опоздал тогда обратно, ну, к лидерам, которые сели на асфальт, ну, минуты на две, на три, не больше. И вот в результате давка на Болотный будет представлена как попытка мятежа и штурма Кремля. Но из сегодняшнего дня прекрасно видно, что даже если бы 6 мая обошлось без погрома и последующих арестов, Болотное движение было обречено. Владимир Путин вернулся в Кремль, и с тех пор подавление мирного протеста стало его главной и постоянной заботой. Сегодня исполняется 10 лет, с 10 декабря 2011 года, уже половину своего срока во власти. Путин разбирается с Болотной площадью и теми площадями, которые пришли ей на смену. Да, в 2014 году он отвлекся на Крым и на Украину. Кстати, те же законы из-под бешеного принтера, которые Владислав Сурков привез потом в Киев в январе 2014 года в разгар Майдана, об инагентах, о штрафах за митинги и так далее. Так вот, эти законы в Украине тогда не продержались и двух недель, тогда как в России с тех пор ужесточаются практически ежедневно. Путин отвлекся тогда на Украину. Но в 2018 году крымский консенсус лопнул, и мы с вами снова оказались на Болотной площади. Только теперь на наших глазах она превратилась в военный плац. Десять лет назад российское общество, не надо иллюзий, все российское общество целиком узнало, что Россия это такой большой вольер, огражденный со всех сторон железным забором, и если попробовать за него выйти, то получишь по голове палкой. С тех пор желающих выбраться наружу все больше, и поэтому охрану усиливают постоянно. Нет! Нет! Нет!